Сбербанк принял участие в первом дне Восточного экономического форума. Один из главных игроков банковского сектора экономики подписал сразу несколько соглашений с представителями бизнеса Дальнего Востока и иностранными компаниями. Мы подписали ряд соглашений о сотрудничестве по сделкам на валютно-финансовых рынках, сделкам по производным финансовым инструментам, соглашения, которые предусматривают дальнейшее финансирование производственной деятельности наших партнеров на территории Российской Федерации. Так Сбербанк поддержит развитие умного сельского хозяйства в России, заключив договор с японской инжиниринговой компанией JFE Engineering Corporation. Проект позволит создать автономную сельскохозяйственную единицу в Приморском крае с собственной энергоресурсной и с бытовой базой. Кроме того, подписано соглашение с Русдрагмед, которое позволит компаниям обмениваться опытом и развивать существующие проекты. Все наши предприятия находятся на Дальнем Востоке, и мы очень благодарны Сбербанку за то соглашение, которое мы сегодня подписали. Это прежде всего новые рабочие места на Дальнем Востоке, финансирование наших проектов, опять-таки, все на Дальнем Востоке. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество не только в области кредитования. Большое спасибо. Также стратегическим партнером Сбербанка стал крупный производитель железной руды компания «Петропавловск. Черная металлургия». Подписано соглашение с холдингом «Белуга Групп», в рамках которого предусмотрено финансирование открытия новых магазинов под брендом «Венлаб», производство и продажи молочной и мясной продукции, а также продуктов рыбопереработки предприятий холдинга. Олег Завьялов, Катерина Матвеева, Станислав Лазебны. Новости на Восьмом.